Всем привет! Меня зовут Лера и это Кухня Политеха. Сегодня я хочу предложить вам простые рецепты завтраков, которые можно использовать на повседневной основе. Не переживайте, вам не понадобится куча посуды и сковородок. Все, что мы сегодня будем готовить, готовится без использования плиты. И что, давайте, наверное, приступим и начнем с чем мы сегодня будем, собственно, работать. На столе вы видите продукты, которые общей стоимостью вышли в 250 рублей. Здесь у нас будет как сытный овощной завтрак, так и легкий диетический завтрак для тех, кто хочет подготовиться к лету. Что нам сегодня понадобится для первого нашего сытного завтрака? Это помидор, огурец, листья салата, крабовые палочки, лаваш, обычный рулет и, собственно, нам понадобится майонез. Ну все, мы готовы начинать, давайте приступим к готовке. Первым делом берем лаваш, подготавливаем нашу основу. Я открываю лаваш. Теперь будем смазывать наш лаваш майонезом. Но прежде, чем мы это с вами сделаем, мы порежем нашу начинку, которая непосредственно будет в нашем рулете. Начинаю я с огурца. На самом деле завтрак это важная часть дня, его нельзя пропускать, так как, собственно, завтрак издает темп и ритм вашего дня. У нас сейчас есть хорошая возможность для тех, кто никогда не завтракает. Например, я отношусь к такому типу людей, который утром просто не успевает позавтракать, но это просто потому, что я очень люблю поспать. Вот, ну а сейчас у нас есть потрясающее время для того, чтобы привить себе хорошую привычку завтракать каждое утро. Порежем наш огурец еще и соломкой. Так, огурец я нарезала, можно переходить к следующему ингредиенту, это помидор. Отлично, готово. Теперь приступаем крабовым палочкам. Нарежу их также соломкой. На самом деле вариации этого завтрака бесконечное количество. Вы можете сами решать, что войдет в ваш рулет, какими продуктами вы захотите его наполнить. Например, я люблю использовать вместо майонеза сыр, который придает больше вкуса. Ну и, собственно, вкус становится более насыщенным. Но если у вас, если вы студент, если вам не очень хочется заморачиваться, то можно взять и майонез, как мы сделали сегодня. Так, думаю, достаточно. Крабовую палочку мы с вами нарезали. Теперь можно приступать к формированию нашего рулета. На доску я выкладываю рулет. Так как он у меня достаточно тонкий и может при скручивании порваться, то лучше взять с запасом, либо использовать плотный лаваш, который не будет рваться. Я просто возьму еще одну часть и использую ее как уплотнитель. Для этого нам понадобится что? Правильно, ложка. Берем ложку и промазываем наш лаваш майонезом. Вы можете заготовить этот вариант завтрака с вечера, например, и утром ничего не готовить, ставить, покушать и сразу побежать на учебу. Либо можете взять его с собой в университет, в контейнере и позавтракать или победать в тот момент, когда вам будет удобно. Все, основа для рулета готова, можно формировать туалет. На наш лаваш я выкладываю первым слоем крабовые палочки. Затем выкладываю огурец. После чего беру листья салата и укладываю их сверху. И зафиналиваю все это ломтиками помидоров. Готово, теперь можно приступать к скручиванию рулета. Будьте аккуратны, для того, чтобы у вас ничего не развалилось. Я сворачиваю рулет в небольшой конвертик, а уже в процессе скручивания придам ему округлость. Перед подачей на стол можно разрезать рулет на две части. Вот такой замечательный рулет у нас получился. А теперь мы приступаем к следующему завтраку, который более диетический и очень легкий. Как раз то самое для того, чтобы утром позавтракать. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится йогурт, корица, отруби и банан. Хочу заметить, что здесь, например, отруби и корица у вас останутся. Поэтому вы можете купить их один раз и использовать потом еще непосредственно к приготовлению других завтраков. И опять же, это могут быть разные наборы. Вы можете взять не банан, а какой-то другой фрукт, например. Приступаем к приготовлению этого рецепта. Нам понадобится мисочка, куда мы будем складывать все наши ингредиенты. Для этого нам понадобится йогурт. Я беру йогурт, выкладываю его в мисочку. Самый обычный, простой и обыкновенный йогурт, который можно найти. Так, теперь приступаем к банану. Нам нужно очистить банан. Весь нам он и не понадобится. Поэтому берем основную часть и режем его на дольки. Теперь отправляем наш банан в миску к йогурту. Берем отруби, открываем, берем корицу и добавляем по вкусу. Если вы не любите корицу, можете не добавлять, а использовать, например, что-нибудь другое. Это может быть кокосовая струбка. Также в йогурт можно добавлять семена льна или смесь из семян, которую перемалывают и, собственно, добавляют также в завтраке. А теперь все это дело мы перемешиваем. Наш завтрак готов. А прежде чем приступить к завтраку, я приведу себя в порядок. Ну все, я привела себя в порядок и готова завтракать. С вами была Кухня Политех и до новых встреч!